Александр Арбитт, оператор, режиссер монтажа и один из создателей подкаста. Родился в Одессе, закончил школу золотой медали, высшее образование получил в Ленинграде в Институте авиационного приборостроения. В Одессе более 20 лет работал во Всесоюзном НИИ телевидении, затем возглавил частный телеканал. Был видеоинженером художественных фильмов, снятых на базе Одесской киностудии. Соавтор изданной в Москве книги «Фотография и киносъемка в путешествиях». Профессионализм и широкий круг интересов сделали его заметной фигурой в мире кино по обе стороны океана. В Америке ведущий оператор телеканала JBS Shalom TV и ряда русскоязычных телеканалов. Снимал документальные фильмы с участием всемирно известных политиков Америки, Израиля и России, о знаменитых спортсменах, сюжеты для ведущих федеральных и государственных телеканалов России, Белоруссии и Украины, а также эпизоды для игровых фильмов. Лауреат киноконкурсов и фестивалей. Отмечен в информационных порталах IMDb США и Кинопоиск России. Более 15 лет был членом Международного общества инженеров кино и телевидения. В молодости увлекался спортивным туризмом, руководил народной киностудией в туристском клубе и сейчас любит путешествовать. Последние 6 лет работает над датарским телевизионным проектом «Сто парков Америки». Дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе «Контакт», которую по понедельникам веду я, Семьи Березанской, как вы знаете. И вы уже поняли по тому, что я попросила выставить сразу до того момента, как я с вами поздороваюсь, что наша программа посвящена замечательному оператору, моему коллеге, которого я знаю уже 20 лет, Александру Арбиту. И наша программа посвящена его юбилею. Ему исполнилось 70 лет. И совершенно по его виду никогда не скажешь, ни по тому, как он прекрасно выглядит, ни по его энергии, ни по тому, сколько он делает в своей жизни, продолжает на том же уровне и с тем же темпом. Я хочу напомнить, что 20 июля на телевидении RTN как раз в новостной программе показывали сюжет. Это был даже не сюжет, просто собрались здесь, в студии, люди, наши коллеги, наше руководство и представители правительства нашего города, которые поздравляли его и дали ему грамоту по поводу этого и так далее. И я сегодняшний вот этот ролик небольшой, друзья мои, как-то очень, знаете, компактно и, я бы сказала, пунктиром определил творческий путь Саши. И вот, так сказать, отталкиваясь уже от этого, у нас сегодня очень много фотографий, мы будем с Сашей разговаривать. Мне очень хотелось бы избежать в нашей беседе фактологического перечисления, его очень много, потому что Саша много и везде успешно работал. А мне бы хотелось, чтобы вы, друзья мои, познакомились с очень интересным человеком, у которого была такая богатая, насыщенная событиями жизнь. И я с удовольствием представляю вам, своего коллегу и друга, Сашу Александра Арбита. Сашенька, здравствуй. Здравствуйте. Ещё раз спасибо тебе за то, что пришёл. Ещё раз я тебя поздравляю. Это всегда можно бесконечно поздравлять, потому что я, например, очень люблю, когда меня поздравляют. Думаю, что любому человеку это приятно. Да, я тоже люблю. Поэтому я думаю, что наша программа сегодня должна быть очень насыщенной, но, как я сказала, мне очень бы хотелось, чтобы люди узнали, как я тебя знаю, что ты за человек, чего ты вынес из своей такой полной событиями жизни. Поэтому, конечно, как всегда, мы начинаем с самого начала, да, с родителей. Друзья мои, у нас есть фотографии, я сейчас попрошу, чтобы нам показали фотографии семьи Саши. Вот его родители, да? Сашенька, а ты рассказывай. Мы родители, папа военный, как видно на фотографии. Родился я в Одессе, но большую часть своей жизни прожил, ну, детской жизни, я имею в виду. Я прожил в Средней Азии, в том числе в Ташкенте. Да, это особый момент, который я хотел выделить, потому что это еще больше меня сближает с Сашей, мой любимый город. У меня, конечно, очень хорошие остались воспоминания об этом времени, потому что они детские, во-первых. Во-вторых, вот эта жизнь, связанная с непрерывными переездами, я за время обучения в школе 11 раз менял школу, 11 раз. Бывало, что в один год я занимался в двух школах, такое тоже было. И были еще сложности с языками, потому что я жил, точнее, и в Таджикистане, и в Узбекистане, и на Украине, и в России так получалось, что и везде получалось, что надо как-то было приспосабливаться. Много языков. Да, я какие-то слова помню даже узбекские. Это приятно. Ну, потому что, да, я изучал все-таки эти языки. Ну, Саш, а вот у нас еще фотографии, я не очень обратила внимание, показали ее или нет, там с сестрой. То есть, скажи мне, а ты заканчивал школу где? Школу я закончил уже в Одессе. В Одессе. Папа мой еще оставался в Ташкенте, и там же жила семья, и моя сестра, которая родилась в Ташкенте, кстати, София. Но школу я закончил в Одессе. В Одессе. Да, в 68-м году. И вот как дальше твоя жизнь определялась? Вот ты говоришь о том, что ты путешествовал с папой. Может быть, вот этот образ жизни заложил основу твоей страсти к путешествиям, которые существуют у тебя по сей день? И говоря о том, что ты говорил, что папа увлекался фотографией. Как ты пришел вот к тому, что ты всю жизнь с камеры? Да, конечно, то, что тебе дают родители, это обычно закладывается на всю жизнь. И то, что мне дал мой папа, который был, во-первых, он был специалистом по радиотехнике, и я стал радиоинженером. То есть, моя профессия была, в принципе, выбрана та же самая. Во-вторых, мой папа всю жизнь увлекался фотографией. Это началось еще в Одессе, когда он посещал станцию юных техников, и он, в общем-то, там научился фотографировать, и у него были награды за фотографии и так далее. И я себя помню с детства, что, это очень мне обрезалась память, что мы сидим в темной комнате с красным фонарем, значит, проявляем эти фотографии, фотокарточки, проявляем, закрепляем, вешаем и так далее. Вот, он это делал, мой папа, с таким удовольствием, это ему очень нравилось, и он меня к этому приучил. Вот, и я уже свою жизнь не представлял без, ну тогда еще без фотоаппарата, а позже это перешло в камеру, ну и так далее. Вот, так что мои профессии фактически были определены родителями. Мама-доктор, мама-доктор, я ее, она, где она только не работала, и на скорой помощи, и во время, когда в Одессе была холера, она ездила вот по самым таким вот случаям сложным, ну в общем, она доктор, этим все сказано. Ну и тоже, перемещаясь вместе с папой, пришлось тоже привыкать к различным больницам. Ну и сестра моя точно так же, такой же образ жизни, и она хоть и приехала в Америку раньше меня, и благодаря ей, собственно, я здесь и оказался, она пригласила меня и мою семью так получилось. Вот, но мы очень дружим, она сейчас живет во Флориде, вот, но у нас прекрасные отношения семейные, у нас очень дружная семья. Ой, какое счастье, Саша, я тебя хочу с этим поздравить. Спасибо. Но дальше, если мы вот пойдем по твоим фотографиям, а мы, друзья мои, сегодня как бы выстроили специально фотографии, чтобы как бы они комментировали дальнейшую Сашину жизнь, и вот у нас есть фотографии 20-летия окончания школы в Одессе, да? И ты там уже опять с кинокамерой. Да, вот я недавно нашел эту фотографию и увидел, что, ну вот, да, уже 20 лет назад, нет, не 20 лет назад, 20 лет после окончания школы это было, это, соответственно, 88-й год, в 88-м году, вот, да, я там уже снимал, уже вот пришел к своим соученикам вот с камерой. Саш, но ты, как бы, считаешь себя одесситом, потому что ты поехал учиться в Ленинград, ты не остался в Одессе. Ну, я одессит, я все-таки большую часть своей жизни прожил в Одессе, я так, пока это так, потому что время идет, уже в Америке много лет я прожил, но пока по цифрам, если смотреть, то большую часть времени, а конкретно это, наверное, лет 30, вот, я прожил в Одессе. И я считаю, что, я себя считаю одесситом, естественно, и считаю, что вот Одесса, она для меня значила и значит очень много. Мне не раз приходилось выступать в спортивных командах или в творческих командах за Одессу, за Одессу, представлять Одессу, так что я, в общем-то, даже и горжусь тем, что я одессит. Да нет, я понимаю, я тоже горжусь, что я дружу с Одесси, это вообще по духу, безусловно, одесский человек. Я хочу просто узнать, каким образом ты оказался в Ленинграде? Ну, в Ленинграде я оказался вот почему. Значит, во-первых, мой папа закончил институт, он поступал в академию, но так получилось, что он закончил Северо-Западный заочный политехнический институт по специальности радиотехника. И я во многом оказался поэтому тоже в Ленинграде. Во-вторых, я нисколько не возражал, потому что Ленинград – это прекрасный город, я его очень люблю, и то, что я провел 6 лет учебы в Ленинграде, это для меня, мне это много очень дало. И потом так уж получилось, что я остался работать в Ленинградской организации. Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения, он базировался в Ленинграде, и я там проработал в общей сложности 25 лет. Ну, это головной наш институт находился в Ленинграде, а филиал открыли в Одессе. Видите, какая связь получилась? Я, конечно же, уехал в Одессу, в филиал. Скажи, а жену Галю ты где приобрел? В институте. В институте. Вот у нас есть фотография с красавицей, с вашей женой. В институте, да. Давайте ее посмотрим, да. Вот. Галя пришла после техникума измерения, это такой очень известный одесский техникум. Ее направили по распределению в наш институт, ну вот и мы там познакомились. Поехали в командировку в Ленинград, потому что, опять же говорю, наш институт головной находился в Ленинграде, и у нас непрерывно были поездки, связанные с Ленинградом, с Москвой потом. Вот. Потому что мы... Это головной институт, в общем-то, по разработке телевидения в Советском Союзе. Например, известная система телевидения СИКАМ, СИКАМ-3Б точнее, она была разработана в нашем институте. Вот то, что представляло фактически телевидение Советского Союза. Вот. Это головной институт в области телевидения. То есть ты, можно сказать, был на острие ножа, что называется, да? То есть самые последние технологии вы внедряли в телевидение. Да, да. Наверное, начиналось это, как правило, с центрального телевидения? Да, совершенно верно. Это начиналось обычно с Останкина, потом это был Олимпийский телецентр, который строили к 80-му году. И вот я фактически работал в той команде, которая готовила оборудование для Олимпиады. Вот. И, значит, это было и в Останкиной, и в Олимпийском, и в Олимпийском телецентре. Вот. Что мне хотелось бы рассказать? Я, когда приезжал в командировку в Москву, это было очень часто в это время, то я просто из телецентра, можно сказать, что я там жил. Почему? Потому что я приходил туда к 8-9 утра и уходил в 9-10 в 11 вечера. И это не значит, что я все время работал. Там настолько было интересно пройтись по студиям и посмотреть, где что снимается. И очень часто приглашали людей, которые там работают на телецентре. Посидеть в народе? В массовку. Посидеть немножко. Я с удовольствием этим занимался, потому что я видел изумительных и очень известных артистов. И не надо было ходить в какие-то театры, они были вот тут рядом. И даже можно было с ними поговорить, если сильно хотелось. Вот. Это было, конечно, для меня сначала открытием, а потом это я просто получал огромное удовольствие от вот такой вот работы. То, что ты и работаешь, и вот получаешь удовольствие еще от общения с людьми. А какие-то, Саш, были запоминающие какие-то такие ключевые моменты вот в этой деятельности? Ну, одно из запомнившихся мне было работа с космонавтами. Значит, в каком смысле это было? Я, конечно, напрямую с ними не работал. Я, опять же, работал с аппаратурой в той студии Востанкино, которая вела непосредственно общение с космонавтами. Но это закрытая была студия. Ну, она нельзя сказать, что она секретная, но о ней, тем не менее, мало кто знал. Вот. Там еще была и правительственная студия. И это понятно, что были такие, значит, восстанки на территории, куда всех не пускали. Но когда что-то надо было с аппаратурой сделать, ремонтировать, то, естественно, вызывали инженеров, которые этим занимались. Вот. Таким образом я оказывался в таких... И ты был при связи? Да, да. Потому что когда была какая-то ответственная работа, то нужно было, чтобы присутствовали технические специалисты и моментально могли устранить неисправность. Дело в том, что оборудование обычно зарезервировано. Есть вот главный аппарат и есть резервный. И если что-то случается, переключение идет на резервный. И вот тут надо, чтобы технические специалисты успели все это чисто и грамотно сделать. Саша, а какие твои впечатления? Сердце не замирало вообще? Или это было вполне рутина, знаешь? Я бы не сказал, что это совсем была рутина. Чувствовалось какое-то... Ну, что ты имеешь к этому отношение. Вот это было очень приятно, что вот происходят события на твоих глазах, к которым ты имеешь отношение. Ну, пожалуй, вот это только было. Приятно очень. Скажи, а для себя ты как бы технические какие-то вещи почерпнул? То есть вот работа в центральном, можно сказать, месте, где вы внедряли свою аппаратуру, где разрабатывали, наверное, ее доводили до ума и так далее. Это как-то тебе дало на будущее твоей жизни? Ведь это, наверное, уровень как-то повышает профессионально. Ну, да, естественно, это было. Я видел, как работает ведущая студия, ведущая студия страны. И для меня это было, во-первых, интересно. И технически видеть это. Ведь самое лучшее оборудование приходило туда. И причем там было много импортного оборудования. Например, у нас были французские телекинопроекторы, с которыми я разбирался, и чешские диапроекторы в то время. Это не так, как сейчас фотографию ставят на экран или на телефоне ее можно передать тут же на телевидение и так далее. Тогда технология была посложнее, чтобы показать посложнее в смысле организационной. Она была проще с одной стороны, с другой стороны сложнее. И вот картинки показывали через диапроектор. Теледиапроектор давал картинку. Вот такую, которую мы сейчас смотрим фотографии, допустим, показывается в эфире. Вот. Но я был не только в Москве. Дело в том, что мы ездили по всей стране. И я был и в Узбекистане, к примеру. На телевидение приезжал. И в Мурманск приезжал. И было приятно еще, что мы ездили как представители гостелерадии СССР. И когда ты приезжаешь, прилетаешь в какой-то город, и тебя встречает черная Волга главного инженера телецентра или директора телецентра в аэропорту, потому что ты прилетел как представитель Москвы для них. Это было тоже приятно. Саш, ну я хотела бы перейти к нашим фотографиям. У нас их достаточно много, как я сказала. И вот обратиться к твоей туристической деятельности. Очень интересные фотографии различные. Ты их прокомментируй. Тем более, что ты кандидат в мастера спорта по туризму. Я даже не знала, что есть такой спорт как туризм. Ну, это называется спортивный туризм, во-первых. Поэтому, ну... И вот давайте будем смотреть, Саша, а ты рассказывай. Что, вот это как бы вне отрыва от того, что ты, так сказать, делал в своей работе? Ты же везде, наверное, тоже был с кинокамерой, не расставаясь? Я хочу сказать, что жизнь, в принципе, многогранна. И не только работа определяет наше существование. Еще будучи в институте, я начал посещать туристскую секцию. И мой первый поход на Тиньшань был еще после пятого курса, когда была предипломная практика. А уже приехав в Одессу, наверное, первое, что я сделал, это я пришел в Одесский туристский клуб. И я сразу же... Ну, мне это очень нравилось. И я встретился там с удивительными людьми, удивительными и творческими людьми, я хотел подчеркнуть. Потому что мы снимали фильмы не только, вот как сейчас видно на фотографии, в походах. Это при Байкале, вот эта фотография, которую сейчас показывали. Вот, на хребте Хамардабан, даже есть песня такая, про хребет Хамардабан, Бардовская. А это? А вот это уже в пещере. В данном случае это пещера Атлантида на Украине. Вот, и киносъемка в пещерах, она достаточно сложная, потому что и на меня, на оператора, работала практически вся группа. Почему? Потому что камера, понятно, я должен был зайти с камеры, но мне должны были ее, может быть, передать, там, опустить, если это было в пещере. Свет, совершенно верно. Это были аккумуляторы, они очень тяжелые. Тяжелые, да. И когда мы что-то снимали, то вся группа помогала, работала фактически на съемку. Я был на Кавказе, в экспедиции Академии наук Украины принимал участие. Вот, это была спелия экспедиция. Вот, и я опускался на глубину где-то 70-75 метров на тоненьком 5-миллиметровом тросе. Я один, но мне же спускали туда и аппаратуру. То есть, опять же, вся группа работала для того, чтобы оператор мог снять какие-то кадры. А ты конвасом снимал? Нет, я снимал это Красногорская камера, это 16 миллиметров. Потому что это вот это... Конвас он еще, это 35 миллиметров. Вот, значит, да, и я скажу, что эти съемки были уникальны. Ну, конечно. В том плане, что на такой глубине, вот, мы снимали в районе шахта Снежная. Это одна из глубочайших шахт, считается даже по мировым, по мировым, значит, стандартам. Вот представьте, Кавказ, горы, ледники, и вода проходит от ледников до Черного моря спускается. Это высота около 3000, если не больше, 3000 метров. И вот глубина фактически этой пещеры, можете себе представить, 3000 метров. Ну, конечно, мы всю эту глубину не проходили, но даже пройти первые 100 метров, куда я был, это было достижением своеобразным. И нас даже пригласили после этого в Москву, где мы на географическом обществе СССР выступали в то время. Ну, я был, просто представлял, как оператор, там были руководители экспедиции, которые, в общем-то, их пригласили, а я, в общем-то, был оператором, который мог показать что-то. Ну, было приятно, да, участвовать в серьезных таких... То есть ты облазил, можно сказать, весь Советский Союз в туристических и служебных командировках. Облазил, облазил. Ну, не знаю насчет облазил, но то, что прошел, я очень много. Вот, потому что вот... Ну, я имела в виду слово, употребляла облазил, мне в виду горы. Да, но облазил тоже. Было такое. Саш, а вот что у нас есть в фотографии твоей самодеятельной киностудии? Это что такое? Значит, вот я уже говорил о том, что в Одесском клубе было очень много творческих людей. Я могу даже назвать их, это Валера Юфа, Георгий Гергая, Анатолий Хорошевский, Миша Миламед. Это мои друзья. Кого-то уже нет, к сожалению, потому что время прошло. Но это люди были, которые по-настоящему творческие люди. И наши фильмы, такие как «Отчет о походе», это игровой фильм, он построен в том же стиле, в котором спустя, наверное, лет 10 начали работать маски-шоу. Да? Я когда как-то показывал эти фильмы Георгию Делееву и Борису Барскому, они сказали, да, это наши люди. Вот, так что... То есть ты предвосхитил в какой-то стиле. Да, так что вот, вот что было о киностудии. Она, кстати, получила, заслужила звание народной спустя какое-то время, потому что мы, ну, в общем-то, очень активно работали, и было много фильмов, которые завоевывали призы на фестивалях, на слетах, туристских слетах. Но у тебя вот даже книжка есть? Да, именно поэтому, да, вот это фотография сейчас на экране, но вот у меня в руках сейчас эта же самая книжка, которая имеет тираж, ни много ни мало, 75 тысяч, 75 тысяч экземпляров. Сегодня такие цифры, наверное, кажутся фантастические. Нет, фантастические, да. Вот. И ты собрал туда фотографии? Я здесь автор. У меня был... Меня пригласил, в общем-то, в эту работу замечательный человек Даниил Лугавьер. Он мастер спорта по туризму. Он работал очень много для журнала «Туристы», очень много фотографий. Был еще альманах туристский, в котором я видел его работы. Но он меня узнал на туристских слетах. Мы познакомились, и он видел, что я много снимаю. И вот он уже знал про народную киностудию к тому времени и так далее. И он меня пригласил в эту работу. Вот. И мы с ним несколько лет, там, 2-3 года ушло на то, чтобы поработать над этой книжкой. Ну, Саш, вот мне очень нравится, что у тебя, ну, зная тебя многие годы и работая с тобой, я знаю, что ты очень системный человек. Наверное, это качество больше инженерное, наверное. Когда все должно быть организовано, все собрано, в результате выходит книжка, в результате что-то создается, какие-то киностудии и так далее. И это совершенно замечательное качество. Но при этом я должна отметить, что обычно технические люди, они как бы мастера в своем жанре, они исполняют, они находятся рядом. Но в тебе явно творческая жилка существует, что говорит и о киностудии, которые вы организовали с друзьями. И то, что ты работал на, вот, не только в Советском Союзе, да? Ты при этом, когда развалился Советский Союз, ты начал ездить с экскурсиями на туристических пароходах, насколько я знаю. У нас вот есть фотографии твои. То есть это уже, ты вышел за объемы Советского Союза? Да, ну, да, когда в 90-х годах, ну, вот это произошло, у нас институт, он уже перестал быть всесоюзным, он стал Одесский институт телевизионной техники. У нас организовывались, кроме наших проектов этого института, которые, кстати, резко уменьшилось количество этих проектов. Сейчас речь идет, вот фотография, я смотрю в эфире, это на Камчатке мы находимся, Авачинская сопка, Трофавос-Камчатский. Вот это на вершине сопки, на вершине вулкана, правильно сказать. Вот, так что это вот тоже интересные были события, связанные с туристским клубом. Что касается работы в круизной компании, ну, я туда попал, собственно, тоже как оператор. Мы занимались фото-видео-сервисом, фото-видео-сервис. Пирамиды, да. И я таким образом, как оператор, у меня было с десяток круизов. В основном это Европа и вокруг Европы в то время. И моя задача была снимать туристов, которые, они заказывали эти фильмы, и добавлять туда какие-то интересные моменты, вот где мы находились. Сейчас вот речь идет о Париже. Там были и в Лондоне, и в Париже. Вообще у меня был прекрасный маршрут из Одессы до Петербурга вокруг Европы. 25 дней. Потрясающе. Это потрясающе. Совершенно, да. И у нас были великолепные артисты с нами. Например, Михаил Боярский в этом круизе был. Борис Моисеев. Ну и другие там, я сейчас не могу всех назвать. Вот. И мы запросто могли с ними общаться, потому что мы были, как говорится, чуть ли не за одним столом. Ну да. Вот. Так что эти круизы мне еще запомнились общением с очень интересными людьми. Угу. Но, Саш, это ведь на Украине, насколько ты мне рассказывал, тебе приходилось участвовать даже в съемках в горячих точках. Это уже как-то совсем уже серьезно? Ну, когда, значит, наш институт уже практически, я не хочу сказать, что он прекратил свое существование, он до сих пор работает. Но количество работ тех, которые выполнялись, собственно, по разработке оборудования, по его внедрению, вот, оно резко уменьшилось. И поэтому у нас появились там кооперативы, у нас появились телевизионные кооперативы. Мы занимались своей же работой, но это уже по-другому называлось. И это были другие цели, другие задачи. Вот. Таким образом, я начал работать с очень интересными коллективами. Мы об этом еще, по-моему, не... Таша, не смотри туда, пожалуйста. Вот, начали говорить об этом. Маски-шоу. Да. Меня пригласили в этот коллектив Маски-шоу как видеоинженера. Но я тебя сейчас спрашиваю не про Маски-шоу. Я тебя спрашиваю про твои горячие точки. Про горячие точки. Ну, это настолько все переплеталось. Давай Маски-шоу, у нас сейчас будет перерыв. Остами я специально оставила вот эти творческие вещи. Хорошо, тогда про горячие точки. Очень быстро у нас сейчас первая часть закончится. Ты расскажи. Значит, речь шла вот о чем. Значит, у нас было телевизионное оборудование в институте, камера, телевизионные камеры. А телевизионный процесс на телевидении еще был на пленке. Естественно, через камеру это было гораздо удобнее, технологичнее это все использовать. Поэтому меня стали приглашать как оператора или как видеоинженера для съемок каких-то очень важных событий, которые происходили в нашем регионе. В 1993 году была война в Приднестровье. Приднестровье, да. И приехала съемочная группа телеканала ABC, Московского бюро. Из Москвы они прилетели. И им понадобились люди местные, кто знает, в общем-то, куда, что, где, когда. Организовать логистику, автобус, договориться, поехать и так далее. Вот. И я ездил как ассистент оператора, вот в этой группе работал. Сашенька. Спасибо. Мы продолжим, дорогие друзья. Встреча с Александром Арбитом. Оставайтесь с нами после короткой рекламной паузы. Мы вернемся к нам. Доктор Владимир Анифатер. Реабилитолог, специалист по болям, практикующий 23 года в Нью-Йорке. Правильный диагноз, экспертное мнение, новейшие методы лечения, реабилитация после травм, неврологическая реабилитация. Все виды уколов, включая плазму, обогащенную тромбоцитами. Доктор Владимир Анифатер. 3-0-0-3, Ocean Parkway. Телефон 718-975-02-00. Now that the COVID-19 vaccine is available for children 12 and older, getting them vaccinated is the best protection. We know there are questions about the COVID-19 vaccines. One question I have heard from many parents and younger people is will getting a COVID-19 vaccine affect puberty or the ability to have children in the future? There is no evidence that the COVID-19 vaccines affect a young person's reproductive health or puberty. And among vaccinated adults, there is no evidence that the COVID-19 vaccine affects their ability to get pregnant. To learn more about the COVID-19 vaccines, please speak with your child's provider or visit nyc.gov slash covidvaccine. Мемориальный дом Идельчик. Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом Идельчик. 718-484-4404. В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535. Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если поднимаясь по лестнице вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидзон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидзон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-80-05. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-80-05. Друзья, мы вновь с вами. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И сегодня у нас встреча, посвященная юбилею моего друга, коллеги и замечательного человека, оператора, режиссера, инженера видеосвязи Александра Арбита. Саша, еще раз приветствую тебя. Приветствую. Еще раз рада, что ты пришел. И сегодня, друзья мои, мы знакомимся с творческим путем нашего сегодняшнего гостя. И надо сказать, что его жизнь как-то интересно распределилась. 20 лет он работал инженером и оператором. И затем следующие 20 лет оказался здесь, в Америке, где продолжал. Я бы сказала, что перерос из оператора в более творческого человека, и продюсера, и режиссера. И совершенно все как-то, мне кажется, развилось в другую сторону. Но, Саш, мы с тобой остановились в нашей первой части на «Маски-шоу». И я понимаю, что это очень важный такой этап, который связан с твоими съемками творческих всяких групп, которые мы все знали и любили. И вот у нас есть первая фотография. И ты был видеоинженером и позже техническим директором в компании «Маски-шоу». Каким образом ты туда попал, Саш? В «Маски-шоу»? Это опять ваш круг? Это опять наш круг. Дело в том, что Одесса по таким вот параметрам не такой уж большой город. Конечно, миллионы город, все понятно. Но люди, которые занимаются каким-то делом, какой-то деятельностью, в частности, телевизионные инженеры или операторы, или режиссеры, мы все друг друга, ну как-то ты входишь в этот круг, и все друг друга знают, знакомы и так далее. Я туда попал технически сначала. Я приехал как видеоинженер на съемку фильма «Литературные памятники Бориса Барского». А у нас есть фотографии как раз. Это очень творческий человек. На этой фотографии я с оператором Виктором Назрюхиным-Заболотным. Он оператор-постановщик. И позже, кстати, он стал директором Одесской киностудии. Так что у меня вот такие вот получили знакомства сразу, можно сказать. И мы подружились. И я оказался, вот я с ним сейчас на экране, нахожусь операторском, во время съемок фильма Бориса Барского. Мы подружились, и таким образом я попал в эту творческую среду. Закончился один фильм, пошел другой фильм и так далее, и так далее, и так далее. То есть все как-то... Вот ты когда входишь в этот процесс, наверное, Симочка и у вас так же происходит. Конечно. Вы на одном телевидении, потом на другом, если что. Потом это вот кино, потом... Да, так как мы варимся в одном соку, вот сейчас была фотография уже с масок шоу, вот еще. У нас есть несколько фотографий. И это в разных местах весь снималось, да, каждый раз. Третьи съемки происходили в Крыму. Это фильм очень интересный и очень такой просто увлекательный был. Маски на необитаемом острове. Конечно, необитаемый остров, наверное, все-таки существовал, где мы снимали. Это было в районе Артека. Там такие скалы, ну, наверное, необитаемые. Всяком случае, там никто не живет. И добраться туда можно было только на яхте. И мы нас туда привозили. И мы там... Вот сейчас эта фотография в кадре. Здесь есть и оператор, и режиссер. Ну, и я там есть, конечно же. Это только вот на катере. Да, это на яхте. Мы на яхте вот как раз идем к этому острову. На самом острове была какая-то растительность. Но главное, вот нужно было снять вот эти кадры. То, что было по сценарию фильма. И вот тут у меня, вот сейчас вы видите, мой актерский дебют. Я играл... Эти хорошенькие девушки. Я здесь сыграл маму главного героя. Вот Комаров стоит. Он играл такого украинца. Вот. А я должен был сыграть его маму. Как это получилось? Дело в том, что на острове актера, если кого-то не привезли, то его нет. Нет, да. И надо кому-то... Значит, режиссер смотрит по сторонам. Женщин нет. Да. Смотрит... Женщин тоже не хватало. Короче, получилось так, что мне... Режиссер, второй режиссер сказал, Саша, надо. А усы, Саша. Надо. Мы что-то с этим сделаем. Я не знаю, что они там сделали. Но, во всяком случае... А, они сказали, что мы тебя будем снимать только сзади. А. Только сзади. Вот. Таким вот образом у меня оказался актерский дебют. Вот. И я в фильме... Ну, это только я знаю, наверное, что это я играю. Вот. Ну, вот так вот получалось, что не только я там настраивал камеры. Да. Саш, ну скажи, вот ты был среди замечательных творческих людей. Вот эта атмосфера веселья, бесконечного, так сказать, юмора, хохмачества. Это, как правило, вот эти люди... И у меня есть много друзей таких. Это склад ума. Это люди в жизни тоже такие. Они за редким исключением, они замечательно веселые, все время что-то импровизируют. И все время это действительно... Как была атмосфера вот на этих фильмах? Да, да, конечно, это было так. Дело в том, что сценарий вот этих фильмов, это была как бы какая-то канва, в общем-то. А, все остальное... Все остальное, да. Ну, было прописано, были прописаны сцены. Это, конечно, работа. Вот. Но очень многие вещи, они появлялись по ходу. По ходу съемок. И это принималось. Некоторые дубли, наоборот, специально снимали. По-другому, не так, как было записано. Вот. И вообще атмосфера в молодежном таком коллективе, как маски-шоу. Конечно, это очень творческие люди. Вместе с тем, они, конечно, привыкли работать. Это был процесс. И никто не отлынивал. Все было так, как надо. Но я вспоминаю это время, конечно, с каким-то... Я себе представляю. Это была сказка просто. Саш, ну вот у нас есть фотография с твоим папой в Израиле. Папа переехал в Израиль. Он как-то отслеживал твою творческую жизнь. И ему это нравилось? Ну, наверное, да. Дело в том, что папа уехал в Израиль в 91-м году еще. Вот. И он из нашей семьи, он как бы первый уехал туда. Так получилось, что мама у нас довольно рано ушла из жизни. И он уже... Мой папа со своей второй семьей поехал... Уехал в Израиль. Вот. И причем, когда мы его провожали, казалось, что мы вообще... Неизвестно, когда мы встретимся. Все-таки 91-й год. Вот. Но спустя 3-4 года или 5 лет, я уже не помню точно, я приехал с группой «Маски шоу». Мы снимали «Маски на пароходе». Был такой фильм. «Маски на пароходе». Я там был в виде инженера, вторым оператором. Кстати, уже был оператором. Вот. Вторым оператором. И мы там были неделю приблизительно. И, конечно, я с удовольствием приехал и встретился с папой. Дурак. Которым, ну, конечно, был тоже счастлив, что мы встретились. Сашенька, ну, вот ты так, следующий по нашим фотографиям, ты как-то так постепенно перешел джентльмен-шоу. Что это? Это та же самая команда частично? Или это уже какие-то другие... Или и другой принцип работы? Что это? Ну, люди немножко другие, потому что это другая команда творческая. Но с моей точки зрения, да, было все то же самое. Я тоже готовил аппаратуру, я тоже участвовал в процессе. Я познакомился с блестящими актерами. Олегом Филимоновым. Со школьником. Да, с Ирой Токарчук и так далее. И это была, ну, другая творческая группа. Но обстановка точно такая же. И вообще у нас не было особого разделения между маски-шоу, джентльмен-шоу. Мы все друг друга знали. Часто актеры... Очень по-одесски. Приходили, да. Даже вот я помню, как на съемки «Джентльмен-шоу» пришел Стоянов. Он находился тогда на Потемкинской лестнице, и он с удовольствием пообщался, поздоровался со всеми. Это один большой творческий коллектив. Да, да, это точно. Но тебе повезло, Саш. Вот среди таких положительно настроенных людей это всегда дает такое замечательное ощущение жизни, когда ты много улыбаешься. Правда? Это очень здорово. А потом еще передача «Каламбур», да? «Каламбур» — это еще одна творческая группа, которая выделилась в свое время из команды маски-шоу. Они построили два своих шоу, или даже больше их было в тот момент. Мы ездили, снимали в Харькове. В основном съемки были в Харькове. Вот те кадры, которые сейчас на экране. Это вот «Деревня дураков» там было одно шоу и «Крутое пике». Это съемки харьковские, но команда одесская полностью. Саш, а вот жалко, а что это вот? Это значит, ну это операторская проба. То есть, когда съемка шла, ну это понятно, мы должны попробовать свет, там как работает оборудование. Ну и мне было еще как авиационному инженеру посидеть за штурвалом самолета. Это тренажер. Вот, тоже было приятно. Вот таким вот образом это получился, этот кадр. Саш, а скажи, пожалуйста, вот существует ли сегодня это? Или это все развалилось? Или все, люди ушли, атмосфера другая? Вот такой невероятный творческий подъем людей с юмором, невероятно изобретательных, талантливых. Куда это ушло? Или это осталось? Нет, я не думаю, что оно ушло. Компания «Маски-шоу», они очень активно работают. Они создали свой театр в Одессе. Стационарный. Стационарный театр, да. Вот, и у них постоянно идут и спектакли, вот, и гости Одессы теперь вот имеют возможность, приезжая в Одессу, вот, ходить в этот театр, смотреть там постановки. Кроме того, Георгий Делиев, он очень творческий человек, он очень много и снимался, и работал как режиссер, и работает как режиссер. Вот, в одном из фильмов, его последних, «Одесский подкидыш», он позвонил мне и попросил сделать съемки в Нью-Йорке. Ему нужна была картинка, не фотография, а вот реально снять, снять что-то в Нью-Йорке. И он позвонил мне и нашему очень известному и очень хорошему актеру Льву Котлеру. Льва играл там, значит, одну из ролей, а я был оператором. И таким образом я получил для своего резюме еще одну строчку «Оператор-постановщик», что было для меня, конечно, тоже большим достижением. Ну, ты же вот принимал участие в съемках фильма и сериала «Блюстители порока», да? Да, это фильм «Одесской киностудии», точнее он был совместно с «Одесской киностудией», потому что деньги-то киностудия не сильно имеет, поэтому кто-то дает деньги. База работы «Одесская киностудия», собственно, работа над сериалами «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» тоже частично шла на базе «Одесской киностудии». Люди оттуда, техника оттуда, все как бы на базе «Одесской киностудии». Поэтому я считаю, что моя работа была на такой легендарной киностудии, как «Одесской» тоже. Несколько лет я провел, в общем-то, работы на киностудии. Ну, я так понимаю, что все равно как бы связь не заканчивается. Мы с тобой плавно перетекли в Америку. Я должна сказать, дорогие друзья, что Александр Арбит работал оператором, продолжает работать оператором практически на всех наших студиях. Мы открывались, объединялись, перетекали в другие студии. И всегда и везде Саша был при нас, как и сегодня. И это был и RTN, и продолжается и RTVI, и НТВ, и многие другие ситуации, при которых Сашу приглашают для съемок отдельных. В частности, он много работает и для центральных каналов России, и для Первого канала, и для других. Мы немножко поговорим об этом. То есть востребованность твоя здесь, в Америке, оказалась просто замечательной. То есть ты не прошел, наверное, тот путь, который проходят эмигранты, моя полы, как я, например, в свое время, и работая грузчиком. Ты как-то сразу оказался к пределе. Ну, я бы так не сказал, что так уж все было безоблачно и просто. Нет, конечно же. Даже был момент, когда я пришел на интервью на американский телеканал, и фактически мне не хватило языка, чтобы начать там работать. Мне технически сказали, да, вы нам подходите, а я сказал, что я зашел во время работы в студии, понял, они говорят на таком языке, который я не могу освоить за один день. А вопрос именно стоял об этом, что завтра на работу. Я спросил, а можно через две недели? Мне сказали, нет, надо завтра. Ну, вот пришлось мне отказаться. Ну, ничего, ты у нас хорошо работаешь. Ну, ничего, да. Ну, ничего. Вот. А вообще Америка мне дала возможность заниматься творчеством. Вот я об этом и пришла. И я потихоньку повернул свою техническую деятельность вот в этом направлении. Вот. Я не хочу сказать, что все было гладко. Пришло делать снимать и свадьбы, и какие-то там дни рождения. И меня очень многие знают, наверное, телезрители, кто нас смотрит, потому что я был оператором на очень многих таких вот ивентах, как говорится, которые к телевидению отношения... Меня снимал много раз. Да, вот. Так что приходилось все делать. Хотя я не хотел сказать, что я вот именно мечтал этим заниматься. Нет, конечно же. Ну, это здесь, надо сказать, что это вполне творчески выглядит. Это тоже творчески выглядит. Это очень серьезная работа. Да, это интересная работа. Но, конечно, хотелось заниматься телевидением, кино. Ну, тем не менее, ты ездил в Одессу. Вот у нас есть фотография, где блинком и маски-шоу в Одессе. Там все вот наши дружбаны вместе. Я считаю, мне очень повезло, что первый мой коллектив здесь был. Это был блинком. Блинком, да. Вот. Саша Краснопольский и Лёва Котлярт. Лёва Котлярт. Как вы напомните, да? Не один раз, да. И не один раз, да. И мы приезжали в Одессу. Встречались, естественно, вот эта фотография, где мы встречаемся в Одессе с маски-шоу, с коллективом. Там Делив и Барски. Ну, и у нас есть диплом, Саша, где ты даже продолжаешь все эти свои бриллиантовый дюк, Гран-при Международного фестиваля бриллиантовый дюк. Да, это... С Эдиком Лучиным. С Эдиком Лучиным, да. Мы сделали фильм про известного одесского футболиста Илюшу Цимбаларя, вот, которого тоже, к сожалению, уже нету. Но Эдик, Эдуард Лучин, он этого человека, он его, можно сказать, нашел и сделал его футболистом. Вот, начало его карьеры прошло через Эдика Лучина. И это был очень удивительный человек, я его не знал. Но вот по рассказам и по тому, как к нему относились люди, когда мы снимали фильмы, много интервью записали, было понятно, что это удивительный человек. И талантливый футболист, он играл и позже, и в московском Спартаке, не только в Черноморце, и за сборную, в общем, это человек, который заслуживал того, чтобы сделать такой фильм. Да, да, ну, очень хорошо, что вы получили диплом, потому что я помню, как он монтировался, я параллельно монтировала, и Эдик параллельно монтировал. Но, Саш, возвращаясь в нашу страну, любимую Америку, ведь помимо, так сказать, такой рутинной работы на телевидении, съемок различных сюжетов и так далее, ведь тебе опять же выпала удача снимать каких-то выдающихся людей, совершенно выдающихся, которые живут вообще на Олимпе. Вот у нас есть, например, фотография с Мэрил Стрип, на минуточку, да? Вот, я мечтаю долгие годы найти к ней путь и сделать с ней интервью, пока не очень получается. Это правда. Какое оно на тебя произвело впечатление? Я вообще попал на эту работу благодаря очень хорошему человеку и великолепному оператору Жене Смирнову. Я хочу вспомнить его. Жене Смирнову, моему другу, да. Его тоже сейчас нету, но это был очень интересный человек. С ним было... Женя. Да, он имел очень богатый опыт. Я его привела на телевидение. Да, вот видишь, у нас с тобой... Вот, а Женя, можно сказать, меня привел вот на большое телевидение, если так можно выразиться. Вот. Мы снимали для канала «Культура». Была такая передача «Прогулки по Бродвею». И туда приглашали, ну, звезд американских. Вот таким образом съемка была в российском консулате. Речь идет об этой фотографии, которая сейчас на экране была. Вот, и Мэрил Стрип, ну, как сказать, наверное, тебе известно, что когда ты на площадке находишься с артистами, кто бы они ни были. Да, конечно. То есть, что обстановка очень простая и демократичная. Можно было с ней поговорить и узнать. Она тогда рассказала немножко о своей семье. Просто в таком частной беседе она, я помню, она поговорила с нами. Там были режиссеры, там были помощники, там ассистенты и так далее. У нас был какой-то общий разговор за чашкой чая, как говорится. Она произообщение абсолютно адекватного и очень скромного человека. Абсолютно. Очень приятный человек. Была еще история, наверное, стоит рассказать о съемке с повороти, звуча на повороте. Я застал этого гениального человека, конечно. Там был любопытный момент, очень интересный, который мне запомнился на всю жизнь. Значит, мы с тем же Женей Смирновым туда приехали. Это у него особняк или дом находился напротив Централ Парка. Вот весь этаж этого дома выходит окнами на Централ Парк. Там изумительный вид, конечно. Мы приехали, приготовили аппаратуру, поставили камеры, мониторы и так далее. Приготовились. Вот сейчас войдет маэстро. Он вошел и сказал, обращаясь к операторам, я хочу посмотреть картинку, как я буду выглядеть. Поверните мониторы ко мне, пожалуйста, что мы сделали. Все, он встал перед камерой, что-то там себе поправил и так далее. И тут произнес фразу, которая нас просто убила. Он сказал, а теперь я попрошу операторов включить камеры и отойти на два метра от них. И ничего не трогать. Ну, правильно, он боялся, что... И вся съемка происходила, мы как операторы, мы стояли и смотрели на то, что происходит. Потом нам сказали спасибо, до свидания. Но мы еще сфотографировались. Так что это мне тоже очень запомнилось. Но был ли потом еще... С Малышевой ты снимал? С Малышевой, да. Она, конечно, далеко не по вороте. Не по вороте, но это тоже очень интересная работа. Приехала огромная, большая группа, там было человек 10-15, я не помню. Мы снимали в одном из бруклинских госпиталей, там ее сын работает. Работал в тот момент, он был, по-моему, практику проходил. Поэтому она и снимала, надплаго. Ну, может быть, да. Поэтому, да. Не, ну, конечно, это было очень интересно, участвовать в каких-то таких проектах для... А ее эти ассистенты, два еврея, тоже там присутствовали? Нет. Нет? Нет, нет. Они, видимо... Я не помню, как его зовут. Они, видимо, живут в Москве. Да. Я так думаю. Да. Я с большим скептизмом отношусь к этой женщине, с ее... Ты знаешь, она была у нас и на радио тоже. И, наверное, я не знаю, ты ее наблюдал только на работе. На радио она всем устроила веселую жизнь. Ну, она не простой человек, но вы знаете... В отличие от Мэрил Стрип... Да. Да. Куда уж до Малышевой Мэрил Стрип. Да. С ее капризами и высокомерием. Но, Сашенька, наша программа пролетела вообще, осталось буквально совсем немного. И я хотела бы, чтобы нам показали Илюшу, твоего замечательного сына, которого ты привел на RTN. Чудесный, во-первых, красавец. Во-вторых, очаровательный совершенно парень. И он подарил тебе уже двух внучек. Да. И интеллигентный, деликатный, исполнительный, замечательный парень. Так что, как бы, эстафета у вас продолжается, да? И, Саш, я знаю, вот еще одна наша фотография. Обязательно я хотела бы, чтобы ее показали. Вот, это наши коллеги, да? И Сергей Гольберг, наш главный... И Олега Сауленко, оператор. Да, Саша. Я считаю, что мне очень повезло, очень повезло в Америке, что я встретил очень много интересных, удивительных людей, друзей. И вот это просто очень здорово, потому что жизнь благодаря окружению таким людям становится интересной. Сашенька, вы знаешь, у нас еще есть твои дипломы за профессионализм, неоценимый вклад в развитии национальной киноцелениндустрии из Одессы. И диплом за лауреат Агатовой Самородок, за короткометражный документальный фильм. То есть ты весь в дипломах, наградах и так далее. Но я хотела бы, чтобы мы закончили сегодняшнюю нашу программу твоей, так сказать, любимой сегодня темой. Это парки, 100 парков Америки, да? И мы закончим вот этим видео замечательно. То есть ты продолжаешь свою линию, тебе нравится путешествие, ты продолжаешь работать. Сашенька, давай посмотрим вот первые кадры этого небольшого фрагмента, который сейчас наш режиссер выведет на экран. И я хочу тебя поблагодарить за сегодняшний визит. Надеюсь, он не последний. И пожелать тебе вот такого же здоровья большого на фоне твоих невероятных творческих взысканий, путешествий и всего того, что ты хочешь. И, конечно, твоей замечательной семье. Чтобы все были здоровы и благополучны. Сашенька, спасибо тебе, дорогой. Спасибо за то. Мы с тобой не разу уже встречались, пересекались везде. И я всегда получаю от нашего общения удовольствие. Спасибо. Спасибо, друзья мои. Всего доброго и до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»